Всем, конечно, интересен мир экстрима, но я бы даже так сказал, что большинство из тех, кто водит машину, с большим удовольствием прокатились бы на том, что может перемещаться вне дорог. Теперь добавим вещи очевидные. На нашей самой большой территории, если что, разумнее перемещаться-то вне дорог. Теперь про зиму. Она в сезон 2012-2013 удалась. То есть полгода по снежку. Можно, конечно, и на квадрике, но снегоход-то важнее. Теперь про транспортный налог. Ну, редкий, а точнее самый дебильный перец его платит. Ну и про объемы и про то, на чем не покататься. Все, хлопцы. Турбо, объемы, немчуру и джапов забыли. Ездим на американцах. Там считают правильно. Лошадок мало, зато крутящий момент. С другой стороны, если понять, что по трассе ездить быстро нельзя, а по просторам, то зя. И для этого мир экстрима, что на Голливулина 1А. Ну и теперь самое зя. Прокатиться в раз на трех агрегатах. Мы вам показывали самый крупный утилитарник с тремя сидушками. Теперь про то, что попроще. И это как Мерс на снежных просторах. Арктик Кэт, естественно. Бир Кэт. Мы специально взяли все двух тактики. Тут, скажем так, живая мощь. И нас не волнует ни турбо, ни прочие вещи. Нам надо прокатиться, точнее прорысячить везде. До сугробов в степи еще не по пояс, но по колено в степи и это уже нормуль. Широкие лыжи, толковая гусянка и утеплители. И даже в кроссовках без проблем. Хотя для толку надо бы спецобувь. И не забываем про детальку на руле. За нее хватаемся всегда. И только благодаря ей и переносу тела внутрь поворота достигается отличная управляемость. Ну что ж, проба пера. Специально для меня надели эту каску. И вам теперь понятно, для чего нужна физиономия XXL. Потому что в другие места, извините, моя морда не залазит. Первая проба пера. Абсолютно практичный и харизматичный Арктик Кэт XT570. Легко ездим вдвоем. Управляется почти как Мерседес. Двухнактный двигатель, 64 лошадки. Все, что надо для вашего удовольствия. Это, конечно, мир экстрима. Галлиулина 1А. Взять такую машинку и погонять. Что еще надо? Давайте попробуем прокатиться еще и на Полярисе. Кстати, вот я для себя заметил. Лично для меня, небольшого валенка в этих делах. Вот этот BR-кэт. Вот Арктик Кэт. Самое большое удовольствие. Едет в действительности как Мерседес. То есть, абсолютно спокойно управляется. И гребет везде и всюду. Конечно, очень хочется себе такую штуку иметь. Машина такая может служить. Действительно, ни год, ни два. А подольше. Ну, премес, Нира, правда ли? Теперь про Полярис. Мы вам намекали, что мир экстрима это мультибрендовый салон. То есть, там есть многое. Было как-то время, полярисами занимались другие. Но там не пошло, пошло тут. Вайт-трек, естественно, для тех, кто хочет ездить до сотки. Везя двоих, да еще и как везя. Кстати, насчет запрещенной охоты, таки на снегоходе. Ну, вот так мы попытались поймать в кадре снегоход с двумя рысаками. Че-то не прет, правда? Зато, как Полярис прет-то и задом, и передом. И проносится легко, и управляется чудом. Просто надо уметь это делать. Управлять снегоходом. И получается, что разворот на месте, как у седана. Ездить абсолютно просто. Вообще, к Полярису надо относиться грамотно. Машина из разряда той, которая не сильно дорогая. На ней можно делать практически все. Мы вот сегодня взяли два варианта. Действительно, таких вот. Вайт-треки. Широкие гусеницы. Можно рысачить. Вы обратили внимание, как этот Полярис может ехать как передом, так и, извините, задом. То есть, не проблема. Заднюю скорость включаете и поехали. Что вам еще надо? Для этого вам необходимо просто приехать в мир экстрима. Да, у вас нет денег, допустим, на горный снегоход, который проезжает везде и всюду. Но так, чтобы спокойно прокататься, и чтобы не холодно, и нормально было. Есть и Полярисы. И теперь совсем живая машина. Горняк М800 от Arctic Cat. Подразделение Чумовое. Тоже двухтакник, но 160 км в час, из которых первые пять только с лыжами. Остальное это полет на гусянке. То есть, там, на таких скоростях рулим, как на мотоцикле. Минимум движения рулем, все остальное чуткий вес. И это на поле. А для гор-то как он хорош. Легкий, как пушинка. Помнится, я как-то укладывал тяжеленный утилитарник. Пробовал его выгрести чудо 400 кг. Думывая, так то кочмар был, тут же все как на ладони. Нужно протиснуться, вес вбок и газику. С такой газовой дурью, думается, развернуться можно и на месте. Как показала практика, это легко. Единственное, что смущает, так это цена. Но, с другой стороны, это не цена никакой новой тачки. Да и для БУ найти надо. Не говоря уже о том, что это совсем не цена за маленькую квартирку или большую квартиру за бугром. Горный снегокод. Я вам показывал, как он умеет прыгать буквально на ровном месте. То есть для него сугробов не существует. Даже если вот по столько. Он не упадет, ширины гусеницы достаточно. Маневренность вы сами видели. Конечно, это самый дорогой вариант. Но надо попробовать. И возможно, если в вашей семье один снегокод, на котором катаетесь вы, и ваша семья, то второй, ну, для экстремальных видов путешествия, вот такой горный, который может разгоняться до 160 км в час. На нем ничего не страшно делать. Обратите внимание, какая боевая машинка в мире экстрима. Итак, Масенький совет. Большой седан или большой полноприводный универсал и прицеп. В прицепе снегоход отсюда, с миром экстрима. Я не склонен утверждать, что снегоход надо менять каждый год. Мало того, снегоход БУ всегда послужит. Я не верю про сказки с топливом и отмену транспортного налога. Мало того, зная, что будет и зная, как крутят другие. Да не все у нас-то так плохо. Конечно, обошлять будем и мы, и гости, и это норма. Просто в СССР норма была за счет всех кормить весь мир. Сейчас привыкнем понимать, что любое государство в той либо иной мере кормится за счет своих граждан. Нам надо только привыкнуть, платя поменьше, не ограничивать себя в удовольствии. Вы меня поняли, как я понял жизнь? А тогда удовольствие мы покупаем здесь, в мире экстрима.